И, конечно, еще одна традиция этого праздника – салют. Тысячи залпов уже раскрасили вечернее небо за многие сотни километров с востока на запад. Владивосток, Хабаровск, Амурская область, Чита, Улан-Удэ, большие сибирские города, Урал. В полной готовности салютной дивизионной в европейской части России команда поступит в 22.00. В одной лишь Москве 72 установки и 18 артиллерийских орудий в течение 10 минут дадут три десятка залпов. 10 тысяч разноцветных вспышек из Парка Победы на Поклонной горе, с ВДНХ, из Лужников и Измайлова. Более полутора десятков площадок по всему городу. Самая популярная, как проверено, смотровая на Воробьевых горах. Те, кто будет дома, смогут увидеть все в нашем прямом эфире, ждать совсем недолго. Ну а прямо сейчас о заключительных приготовлениях, которые обычно остаются за кадром, узнаем у Ивана Прозорова. Иван, здравствуйте, и что у вас происходит в эти самые минуты? Виталий, добрый вечер. С праздником вас. Кульминация вот-вот начнется. За моей спиной находятся батареи из артиллерийских орудий. 18 легендарных 76-мм пушек ЗИС-3. Времен Великой Отечественной. Как вы видите, сейчас бойцы готовятся, проводят тренировки. Это не музейные экспонаты, это не выставочные образцы. Это реальные орудия, которые прошли через жернова Великой Отечественной войны. На которых до сих пор еще зияют раны того времени. Вы можете обратить внимание, вот на этой пушке остались повреждения. Сюда угодил снаряд. Вот металлическая заплатка установлена, судя по всему, именно в эту точку попал снаряд. И очень символично, что именно эти орудия участвуют в торжественной церемонии салюта, которую обеспечивают по традиции военные 449-го отдельного салютного дивизиона западного военного округа. Давайте спросим, чем ребята занимаются. Здравствуйте, как вас зовут? Что это за заряды и что вы делаете? Здравствуйте. Номер расчета. Гвардейровой ИСИПов. Что вы делаете? Что это за заряды? Я готовлю боеприпасы для совершения салюта. Что за боеприпасы? Данные боеприпасы это холостые выстрелы для звукового сопровождения артиллерийского салюта. Сколько репетировали? Как готовились? Была какая-то особенная подготовка? Совершенно верно. Данному мероприятию предшествовало много тренировок, учебные стрельбы. Также стрельба 23 февраля на этом же самом месте. И сегодняшняя утренняя стрельба под стенами Кремля. Какие ощущения, что вы испытываете, когда работаете с этой техникой? Ведь это фактически не просто орудие, а гости из прошлого. Это артефакты исторические. В первую очередь я испытываю чувство гордости за свое отечество, народ и историю. Выполняя стрельбу из данного орудия, я чувствую дух того времени, что чувствовали советские солдаты, уничтожая немецко-фашистских захватчиков. Спасибо, удачи вам. Еще раз с праздником. Надеемся, что все пройдет безукоризненно, как и было запланировано. Запланировано 30 залпов с интервалом в 30 секунд, которые произведут вот эти установки. И звук выстрелов этих пушек хорошо известен ветеранам войны. Это ведь самое массовое артиллерийское орудие времен Великой Отечественной, которое производили тогда эксперты, называют его одним из орудий нашей победы. Которое, кстати, очень много лет после этого использовалось еще с советскими войсками и состояло на вооружении. Кстати, между выстрелами и будет красочный фейерверк, который уже обеспечивает другие установки на базе грузовиков с электронным управлением, которые позволяют делать в небе красочную яркую панораму. Они находятся в нескольких местах Москвы, к примеру, на Лужнецкой набережной. Но и здесь, кстати, за музеем победы, за стеллой победы стоят несколько таких грузовиков. К ним подойти и соображение безопасности невозможно. Но там работают военные, которые даже защищают головы специальными касками, поскольку заряды это не холостые. Они стреляют в воздух, выходят в воздух и какие-то части, к примеру, не сгоревшие остатки снарядов могут упасть сверху. И эта территория, конечно же, оцеплена. Но мы можем обратить внимание, сколько людей сейчас собралось на Аллее Победы. У них в руках специальные фонарики. Десятки тысяч зрителей пришли сюда, чтобы увидеть это красочное зрелище. Почувствовать дух единения и традиции. Традиции салютов, которые были заложены десятилетия назад, именно военными. Первый салют состоялся 5 августа 43-го года в честь освобождения советскими войсками Белгорода и Орла. И, конечно же, самый зрелищный салют был 9 мая 45-го года. Самый масштабный в истории Советского Союза. Он был произведен в 10 часов. И тогда было 30 залпов. И с тех пор, разумеется, эта традиция и появилась. 30 залпов ровно в 10 вечера начнутся здесь, на Поклонной Горене. И, конечно же, лучше один раз увидеть и почувствовать эту атмосферу, общую радость и общие переживания от общей победы. Виталий. Иван, спасибо. С праздником и вас. Иван Прозоров в прямом эфире. О подготовке к тому, что зрители Первого канала увидят совсем скоро в нашей программе. Парад, точнее салют в честь Дня Победы. Продолжение следует...